приветствую всех кто заглянул на мой канал роскошные ароматы и в сегодняшнем видео я покажу 5 парфюмов три из них уже у меня есть в обзорах я дам ссылочки на эти видео где более детально я бы сказала очень детально и подробно рассказывать об этих ароматах но формате пробников и вот один из пробников это коллекция la vie de milano у меня есть обзор на четыре аромата из этой коллекции в частности на аромат дель шпига он называется очень длинно и заковырчато название как я всегда подписываю но я эти ароматы называю по последнему слову в названии и так этот аромат все-таки меня привлек я говорила что он меня тогда не особо заинтересовал поскольку он схож с нобеля девятнадцать сорок два танец стрикоз но вы знаете когда я стала аромат разнашивать то я заметила что все-таки они разные танец стрикоз это все-таки больше вот песочное тесто тарт вот с таким лимонным послевкусием со сливками или с каким-то кремом а вот этот аромат шпига это все-таки именно зеленое яблоко с медом если провести ассоциацию то как то так и вы знаете меня этот аромат все-таки покорил он не давал мне покоя и вот у меня появился полноразмерный флакон чему я очень рада более детальный отзыв на этот аромат можно посмотрев перейдя вот по этой ссылке либо все ссылки конечно же будут в инфобоксе отличнейший аромат и вся линейка вот это la vidi milano отличная я смотрю обзор даже на те ароматы которых у меня нет и девчонки очень хорошо у ней отзываются действительно достойнейшая линейка причем все ароматы имеют место быть все ароматы заслуживают внимания и я думаю найдут а возможно уже нашли своих поклонников тайных следующий аромат который мне появился полноразмерном флаконе это фенди фьюриоза также есть у меня в отзыв одном из видео и этот аромат чем меня заинтересовал или заинтриговал а тем что он у меня уже был пару лет назад и тогда он мне категорически не понравился а вот сейчас это просто вот какой-то маст хэв у меня есть миниатюра а вот флакончик полноразмерный посмотрите как он сделан вот такая называю его флакончик черепашка здесь кстати есть надпись фэнди вот гравировочка флакон такой интересный я знаю многим он не нравится а мне нравится и в чем особенность этого аромата а в том что начальное звучание кардинально меняется в базе то есть начало это такое что-то горько травянисто цветочная осенняя а-ля бархатцы чернобрывцы а вот база смягчается и становится настолько такой пленительной немножечко как и какой-то сухотраве есть но уже не горькая и цветы осенние и какая-то манкость в этом аромате в общем аромат просто вот для меня один из самых необычных среди люкса поскольку обычно мы привыкли что люкс это что-то такое среднестатистическое вот этот аромат далеко не среднестатистический понравится мне кажется немногим даже я бы сказала очень-очень немногим но меня привлек более подробный отзыв также у меня есть видео ссылочка вот здесь либо переходите в инфобоксе после просмотра этого видео и там у меня с нотами совсем со всеми подробностями есть отзывы в этом аромате очень рада что у меня есть полноразмерный флакон и конечно же рекомендую вам также попробовать потестить затестить вот этот аромат ну и это конечно же также но теперь переходим к двум ароматом почему их показываю в паре в связке так сказать потому что я купила один аромат из-за того что он якобы похож на второй вернее так история была такова первый аромат молинар джинджабре если я правильно прочитала появился у меня в коллекции после приобретения очень классного как я называю огород во флаконе аромата от молинар базилик есть у меня отзыв также на этот аромат и я решила попробовать кое-что из этой линейки конечно же сначала глаз упал на медитеррани но как так ватика что-то там меня смутило аромат который четвертый там что-то с цитрусами связанный отзыванием очень такие ну или средне или негативное и цитрусовых аромат у меня много а вот и сын берем аромат меня заинтриговал особенно после нескольких вопросов девчонок если он меня нараспив думаю ну люди интересуются значит что-то достойное и вы знаете абсолютно не пожалела что приобрела вы видите аромат без крышечки потому что это тестерная версия отличие от обычной только в крышечке коробочка такая же как и в товарной версии просто тестеры нет крышечки все все остальное такое же самое здесь узор только если там базилик какие-то листочки здесь и так понимаю это либо корень имбиря или деревяшка какая-то тоже здесь нарисована и вот этот аромат меня покорил он мне настолько понравился и аромат девчонки и мальчишки мне действительно понравился вот смотрите флакон 100 миллилитров он был почти под завязку и вот смотрите сколько его нет а почему так много да потому что для меня это ну не скажу что прям аромат поливашка поскольку он из тех ароматов что вроде бы как не слышится но на самом деле с ним можно переборщить но это не тот аромат где один-два пшика и вы будете благоухать целый день итак о чем этот аромат аромат вроде бы какой имбире но не совсем об имбире джиндепре малинар аромат для мужчин и женщин согласно полностью основные аккорды цитрусовый теплый пряный свежий пряный древесный фужерный и вот вы знаете здесь действительно есть и цитрусы некая такая свежинка и пряность и теплота не к и древесность вот все сочетается в этом аромате по нотам здесь очень много всего но сказать что прям все ноты я слышу очень прекрасно и хорошо нет вот из всех ноты мне кажется здесь вот самые такие примечательные имбирь мускатный орех мне кажется проскальзывает есть некая такая пикантность вербена и цитрусы вот что-то так в базе появляются вот такие очень приятные деревяшки аромат сто процентов унисекс и вот я его лично обожаю в жару не просто когда тепло а вот именно когда жарко вот как-то тогда он меня просто покоряет но сказать что это поливашка я не решусь потому что как-то раз я решила так сказать нанести на себя много то есть более пяти нанесений и вы знаете он меня немножечко начал подушивать особенно уже когда начала появляться база и поэтому несмотря что аромат вроде бы легкий такой летний будьте осторожны то есть определите свою дозу нанесения потому что некоторыми кажется и 1 полтора пшика будет достаточно ну кому-то может и три-четыре мало но вещь отличнейшая вот абсолютно не жалею после покупки базилика о покупке джинджебре конечно на медитарне еще посматриваю но вот джинджебре супер отличная вещь мне он нравится вначале мне он нравится как раскрывается начало более для меня такое звонкая я бы сказала и даже в некой мере одеколонистая немножечко резкая вот эти цитрусы мне кажется смешали с этим имбирем и вот такие яркие резкие но красивые а потом это все немножечко усаживается начинает пахнуть более нежно но аромат все равно такой яркий и явный и мне нравится вот эта смесь цитруса с имбирем и мне кажется здесь мускатный орех вот тоже дает некую такую пикантность потому что это не сугубо имбирь и сугубо цитрусы многие сравнивают с каким-то холодным черным чаем у меня такой ассоциации ярко чаем нет но иногда что-то чайная может проскользнуть что касается стойкости аромат пишут что не очень стойки нет у него стойкость нормально просто он похож по стойкости с молекулами то есть вроде бы вы уже ничего не слышите вот я например конца дня вроде бы уже он ушел улетучился все аромата нет но стоит мне там где-то пошевелиться либо где-то вот например если вы нанесли на волосы потом вечером мойте голову то он слышится просто великолепно или где-то попали под дождь был у меня такой нюанс когда я попала под дождь волосы намокли и этот аромат слышался очень шикарно очень громко и ярко честно скажу я некоторых пользователь может выползти вот как некая такая мускусной может быть что-то здесь так смешалось для меня поскольку нотах мускуса нет на 10 минеральные ноты и может быть вот эта минеральность для меня ну вот по моим ощущениям переходит в некую мускусность но это все очень мило симпатично и приятно поэтому для любителей или для тех кто в поисках своего лимона я бы даже сказала цитрусов здесь и сугубо лимон вот здесь цитрусы какие-то для меня такие перемешанные перемешанные и эти цитрусы в перемешались с имбирем с неким таким ускатным орешком с некой такой легкой цветочностью возможно да с тем же чаем зеленым или черным вот если вы хотите что-то в таком роде обратите внимание на мулинар джинджебре интереснейший аромат очень мне нравится то как-то у меня был запой с базиликом после покупки джинджебре базилик так немножечко отодвинулся на задний план сейчас у меня джинджебре фаворитов но аромат к за тесту обязательно поскольку он унисекс читала что на некоторых обладательницах прекрасного пола он немножечко маскулинит то есть звучит маскулинно на мне этого нет на меня звучит очень классно но возможно на вас он раскроется иначе то есть там больше это понимаю каких-то таких ветиверных нот вот мускатный орех как-то так для меня этого ничего нет для меня аромат прекрасен и база мне нравится вот в базе особенно когда база уже устаканится такое ощущение что какие-то деревяшки корень имбиря и вот уже цитрусы но уже цитрусы съели осталось там какая-то кожурка либо косточки от них вот как-то так очень красивый а второй аромат это аромат арман баси in red от de parfum а почему я решила купить именно этот аромат да потому что в одном из отзывов я не помню где читал этот отзыв кто-то сравнивал его именно смолинар джинджебре арман баси у меня был давно но в туалетной воде я имею ввиду вот этот in red и как-то он мне не зашел как-то мы с ним не сдружились и почему-то он мне не особо понравился но прочитав что парфюмированная вода и туалет и немножечко отличаются и парфюмирована именно парфюмирована похоже вот на джинджебре я решила попробовать и так in red арман баси аромат выпущен 2003 году девчонки 2003 но до сих пор я знаю у него и свои поклонники свои любители и я знаю людей которые просто с ним не расстаются ну буквально с момента выпуска грубо говоря а почему да потому что парфюмер альберто морилос вот и вся загадка аромата и здесь в нотах также верхних но если здесь имбирь в средних то в арман баси верхних тодах имбирь цитрусы здесь также есть кардамончик потом идут цветы но и базы деревяшки с мускусом и вы знаете когда я купила этот аромат я не пожалела поскольку они похожи но это не стопроцентные клоны это не родные возможно даже не двоюродные братья это скорее вот такие трех юродные братья или сестры и если честно мне мулинар нравится немножечко больше потому что он звучит более современно честно скажу но вот арман баси вы знаете абсолютно не уходит в аромат фу или какой-то ретро или какой-то аромат как модно говорить каких-то бабушек и этот аромат мне также понравился но если мулинар для меня это жара лето то арман баси на летом меня например подушивает он такой более мускусный что ли более цветочный мне кажется здесь вот эта цветочная база такая более олдскульная здесь такая нежная тонкая а здесь такая олдскульная и вот этот аромат летом я как-то нанесла но почему-то мне не пошел то есть он не нравится но летом нет а вот уже когда прохладно стало я его нанесла в прохладу вот тогда он уже действительно раскрылся во всей красе очень интересно очень достойно и он не так же нравится а какой из этих ароматов с имбирем посоветуете честно скажу вот этот мулинар мне больше нравится честно скажу он такой более современный но но учитывая что арман баси это более бюджетный вариант и учитывая что все таки осень на носу и зима то наверное больше на осень или холодное время года все таки советую именно арман баси аромат также чудесный также есть здесь слышу некий имбирь с цитрусами но здесь они мне смешаны не скажу что перебиваются а смешанные вот именно вот этими яркими такими красивыми немножечко олдскульными цветами вот это есть и если здесь и деревяшки в базе слышу отчетливо так шикарно то здесь для меня деревяшки как-то знаете больше так стать моих фантазиях присутствует нежели в аромате о стойкости давайте сразу скажу то здесь стойкость например на коже но полдня точно здесь часа два три ну может быть четыре зависит также от погоды и вот на одежде или на волосах вот здесь сто процентов до стирки до помойки головы мулинар это все также присутствует но если брать стойкость здесь она немножечко прикрученная потому что аромат сам легче мне так кажется но но давайте переходим обратно карман бассейн red чудеснейший аромат как я сказала имбирь с цитрусами очень такой яркий феминный то есть если здесь унисек здесь все-таки сугубо феминный аромат и красивый единственная на лето я его не рекомендовала потому что как-то он мне кажется задушит вас вот мне это кажется а вот на прохладу мне кажется весной хорошо пойдет осенью возможно но если вы любите такие не осенние ароматы на осень и такие более позитивные то почему бы и не единственное что мне ну и то что не нравится ну просто такой нюанс что вот здесь аромат особо не играет то есть он как вначале звучит только более ярко потом он усаживается и не скажу что он становится менее ярким ну чуть-чуть как бы громкости убавляется но звучит он без такого особого какого-то супер раскрытия поэтому девчонки и мальчишки если вы фанат имбиря в ароматах то девчонки и мальчишки обращают внимание на молинар джинджебре а девчонки обращают внимание также на арман бассейн ряд отдых парфам чудеснейшие ароматы очень кстати флакончик вы знаете что здесь веточка до нарисована но почему-то здесь она не особо видна вот как например молинар ну и на десерт показываю аромат на которые наткнулась случайно отзывов на которые практически отсутствуют но почему-то он меня заинтересовал даже несмотря на вот это такое минимальное количество отзывов почему-то как-то захотелось мне его в коллекцию марка называется херве гампс аромат напишу потому что не прочитаю но переводе означает бухта ангелов ароматы для мужчин и женщин унисекс основные аккорды ванильный цитрусовый фужерный зеленый белый цвет и фруктовый сладкий пудровый свежий пряный выпущен 2015 году и принадлежит группе цветочные зеленые чем меня этот аромат покорил ну во первых посмотрите на ноты нот всего 4 самая такая выдающаяся нота здесь ревень в начале потом все это дело переходит в такую ванильную цитрусовость ну и вкрапление жасмина иногда нам не появляются иногда нет если вы любите ревень в ароматах а здесь он начали просто такой кислый если взять вот этот ревень надломить и вот эта кислота ну я не знаю прям бьет в нос вот здесь это есть в начале и он меня вначале как-то этим оттолкнул я как-то так знаете немножечко опешила потому что здесь ревень не то что яркий а просто супер яркий от супер яркий ревень если вам это нравится мне здесь он не понравился начать дальше это все трансформируется как я сказала в такую ваниль на цитрусовую базу очень красивую очень нежную и если начала вот такой знаете как будто бы вам дали обухом по голове то сама база потом настолько какая-то мягкая я бы сказала девичья даже детская что вот эта трансформация начала аромата базу меня просто как-то вот покорила вот что начало это что-то одно база это же совершенно что-то другое вы действительно аромат хамелеон но вот этот ревень нужно потерпеть он не уходит за минуту две или три на мне он может держаться от 10 минут до получаса а потом появляется вот эта красивенная ваниль на цитрусовая база не скажу что это база чем-то отличается от других каких-то ароматов ванильных ваниль на цитрусовых цитрусовых но меня покорила именно вот эта трансформация начала и база честно скажу и вот когда аромат уже усаживается тогда я от него получаю истинное удовольствие он становится каким-то таким вроде и свежим вроде и таким теплым вроде бы и древесным вроде бы немножко цветочным вот представим картину спел дерево и вот на этот спел положили кусочек цитруса какой-то цветочек жасмина вот этот ревень до сначала положили потом убрали и это все превращается в аромат бухта ангелов читала отзывы что для многих здесь очень много древесины именно такой влажной но для меня здесь все-таки больше ванили мне кажется что вот эта влажная древесина это этот когда трансформируется вот этот ревень потому что это кислота я тоже так потом стала замечать переходит вот не совсем ваниль на цитрусовую сладость а вот есть вот элемент вот этого элемент ноты ревня 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 как правильно он не уходит полностью вот сто процентов но все-таки его перебивает уже ваниль с цитрусами для кого-то это химический запах для кого-то фу какая гадость не знаю но мне аромат понравился не скажу что этот аромат прям маст хэ но я не жалею что он мне есть вот действительно вот таких ароматов цитрусов у меня еще коллекции нет у меня либо это цитруса изначально и до базы либо это ваниль в этом тоже изначально и до базы а таких вот ароматов трансформеров у меня нет ну уже есть один аромат но пока не было и носите его буду наверное не в жару наверное думаю может на прохладу попробую вот как-то так потому что в жару этот ревень ну такой яркий мне начала вот это пережить немножечко тяжеловато честно скажу а вот от базы просто получаю огромнейшее наслаждение насчет унисексовости я тут поспорю поскольку аромат настолько воздушные в некой мере невинный я бы даже сказала не то что девичья даже какой-то мере детский ну в хорошем смысле этого слова дети конечно им пользоваться нельзя это не такой детский там как присыпка до детская а вот настолько он ассоциируется вот такой какой-то невинностью действительно ангелы да вот ангел перо ангела с такой что-то воздушное прекрасное и чудесное также хочу попробовать в прохладу поскольку читала что в жару больше именно ваниль доминирует а прохладу этого не ли уступает место жасмину будем пробовать когда похолодает и уже смотреть как звучит этот аромат и так девчонки и мальчишки вот такое вот видео у меня сегодня получилось о 5 ароматов которые есть у меня в коллекции которые абсолютно неординарные интересные достойны внимания есть такие старожилы вот арман бассейн рад в парфюмированной воде есть новинки трусарди или мулинар но все ароматы достойны внимания поэтому если вам видео понравилось ставим пальчики вверх также не забываем подписаться на канал иконочка вот где то здесь вот где то здесь но при этом не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новые видео обзоры на трусарди у меня есть пожалуйста переходим инфобоксик фэнди обзор более подробный переходим инфобоксик и мулинар базилик также переходим инфобоксик также обзору где есть этот аромат ну а на сегодня буду закругляться но напоминаю подписка колокольчик лайк и комментарий по возможности по желанию ну а на сегодня уже будут точно закругляться поэтому всем пока пока и до скорых встреч